В предыдущей передаче вы смотрели После семи печатей будет семь трупов. Потом идут Потом идут семь чаш гнева Божьего, которые принесут разрушение Великого Вавилона и войну Армагеддон. И этой войне Христос положит конец когда придет во славе будучи провозглашенным царем царей и Богом богов и он вернется. И он на саде среди наций свое суверенное правление и Библия говорит это будет с железным жезлом. Суд семи чаш Когда мы читаем книгу Откровений там написано что это семь чаш ярости Божьей. Это как чаша которая наполнена яростью, гневом Бога. И каждая чаша содержит приговор определенный. И именно излиянием этих чаш закончится человеческое правление. Человеческое правление как мы уже знаем началось с Ноя. Но Ноя пал и Господь рассеял человечество Он рассеял по лицу земли нации, народа и на земле начал царить хаос, беспорядок они начали поклоняться лже богам начали творить мерзости всевозможные, беззакония они отреклись от Господа и сделали из самих себя богами. И после потопа Господь дал им такую власть организовываться то есть самим себя руководить, организовывать И мы с вами уже проследили какие системы человеческого правления были на земле там анархия с династиями и так далее коммунизм, социализм демократия то есть мы уже с вами познакомились с этими системами человеческого правления Сатана, который есть князь мира сего после падения человека взял контроль над человеческим правлением и во всем этом человек отбросил откинул Господа отрекся от Него но Господь образовал церковь которая есть Израиль для чего он это сделал? чтобы новь привести потерянное человечество к поклонению истинному Богу Господь Господь дал закон чтобы регулировать отношения между людьми и этот закон был дан чтобы регулировать отношения во всех сферах жизни человека и на горе Синай Господь на гору Синай Господь призвал Моисея чтобы дать ему этот закон что означает закон? это означает завет именно законом мы связаны с Богом и мы связаны друг с другом и Моисе дали израиль это депо это депо депо и Господь дал Моисею закон затем Моисей должен был распространить этот закон среди народа Израиля и задача Израиля была это распространять принципы законы Божьи и установить эти принципы среди народов среди наций чтобы эти народы и нации поклонялись единому и истинному Богу Господь распорядился чтобы Моисей организовал вновь поклонение служению Богу Господь дал Моисею принципы служения и они увидели что это слишком тяжело очень много законов и поэтому они больше не захотели следовать этим законам они отбросили отреклись от теократии в этой эпохе и в это время пророком главным в Израиле был пророк Самуил они заявили Самуилу что мы хотим делать как другие нации как другие народы как наши братья мы хотим установить нашу собственную систему Но Самуил он напомнил им цель создания их как церкви он сказал нет это вы наоборот должны привести все народы к познанию к поклонению служению и истинного Бога но они отказались и всю эту систему которую Господь основал через Моисея они отвергли ее и именно с этого времени начинается особенное проявление Сатаны чтобы еще больше вергать человечество в грех Израиль это был как пастор и если пастор падает что же будет с овцами и пастор пал и Господь сказал Самуилу точно так же они поступали еще со времен Адама человек всегда отвергал меня человек никогда не хотел чтобы я был его Богом я же их отец их создатель не не самуил они они меня отвергают как они хотели оставить теократическую систему и войти в систему человеческого царствования дай им дай им царя как я этого как я этого хотел и Самуил дал им царя Исраиль цес дать и Израиль в этом случае прекратил уже быть царственным священством и Израиль стал царством человеческим и первый царь Саул и второй царь Давид и третий царь Соломон и четвертый царь Раваам и под правительством Раваама царство разделилось не только Израиль пал как царственное священство но также был разделен и таким образом сам мир потерян был в глазах Бога не было больше надежды И дьявол который поспособствовал тому что дети но также пали продолжал продолжать сеять идолопоклонство и беззаконие среди других наций так что они стали еще больше поклоняться лжебогам так что они еще больше творили беззаконие и откидывали истинного Бога тем не менее когда Израиль уже стал царством все равно было служение но все равно Израиль уже не мог полностью совершать ту миссию которую Господь возложил на него Господь сказал Авраам что все потомки твои населяющие землю будут благословлены но Израиль скажем так порвал вот эту связь с Богом разорвал завет произошло разделение два департамента потому что 12 трибут это департамент министерия и 12 колен это своего рода 12 отделов 12 служений каждое колено каждое племя это церкви в Израиле это был отдельный отдел отдельное служение когда вы читаете Библию то вы видите что каждый отдел имеет определенную роль или функцию в церкви и церковь разделилась 10 департамент и 10 отделов другими словами 10 колен отделились и 2 трибут остались в Иерусалим под Раваам под царствованием Раваама и два этих колена это Иуда и Вениамин и Иуда должен сейчас культ и именно Иуда руководил служением Богу а парти дела он не диплю Исраэль он дип жуиф и с этого момента уже не говорят Израэль говорили израильтяне но говорили иудеи до этого момента когда вы читаете Библию там речь идет о Израиле но после этого момента речь уже идет о иудеях и это уже становится такой сектантской религией иудаизм это значит что те кто следует доктринам Иуды и те остальные десять колен были названы Израилем эти десять колен утвердили над собой Иераваама как царя вы видите что Эглиза была петербург и нации не не следили Богу вы наблюдаете что во время всего этого процесса больше не поклонялись Богу и церковь потеряла свою миссию цель они были во мраке больше не было света если нет пастора который учит Слову Божьему учит свету то народ пребывает во тьме и эти мерзости беззаконий были ужасны перед лицом Господа Израиль тоже пал десять колен и их царь Иеравам стали имитировать или сообразоваться с миром и мерзость запустения теперь стала господствовать в самом Израиле это было ужасно и Господь использовал ассирийцев чтобы вынести приговор и Дюй отправил Ассирийцев в Исраиль и dispersить и ассирийцы пришли и взяли плен Израиль и Израиль рассеялся в 721 в рождении Иисуса Христа и рассеялись по всему миру вот почему сегодня мы можем видеть Израиль представителей Израиля по всему миру и два колена которые остались под Раваамом они также сошли с хороших путей то есть они стали плохими и когда церковь разделилась когда церковь вообще разделилась больше нету силы против сатаны когда есть разделение в церкви то нету силы против сатаны и эти два колена также пали 200 лет после Израиля был рассеян Господь использовал Вавилон чтобы Вавилон захватил колено Иудина И именно в это время они попали в рабство И там они были в рабстве 70 лет И там уже был Даниил Неемия Эстер и так далее и так далее И после 70 лет Господь освободил Израиль после пали после Даниил молился после того как он изучал книги и после того как он постился именно в тот момент объявил себя Богом Господь его поразил и он стал как животное на протяжении 7 лет и гувернел тот ром Он царствовал он был главным над всем царством Это было огромное персидское царство до Индии Господь сделал его как безумным и забрал у него мудрость и потом Бог вернул его и его и потом он скончался вместо него пришел его сын и под руководством его сына Вальтазар именно под руководством Вальтазара его огромное царство разделилось так как они язычники они тоже подражали другим нациям и они творили мерзости разные беззакония и отреклись от Господа и когда они разворовывали храм в Израиле они взяли оттуда священные вещи и использовали их для своих нечестивых дел они были например в таком собрании как здесь и появилась рука Божия которая перед всеми начала писать с огромным светом считать и твои дни сочтены ты был взвешен и ты найден легким разделяйте и твоё царство которое на протяжении долгого времени пользовалось славой оно разделено именно здесь все 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 воин были разделены воин и много войн происходило и сегодня мы видим вот эти все как бы частички этого великого могущественного царства огромное вавилонское царство поделилось мы говорим об Ираке Иране Афганистане Пакистане и так далее и так далее Вавилон пал первый Вавилон с нечестивым его царем пал второй Вавилон пал египетская династия пал и теперь что же произойдет Израиль уже не силен это Израиль уже стал как религиозная организация закрытая сектантская организация и так продолжалось на протяжении долгого времени и храм был разрушен и Израиль был разрушен завоеван и храм тоже был разрушен дьявол через посредством других наций уничтожил церковь Израиль и Юда стали просто частью диаспор до 1948 года в 1948 году мы в конце времен и Господь сказал что он вновь объединит Израиль если банальная история Дрейфюс вы все знаете есть такой иудей широко известный его зовут Дрейфюс иудей в конце момент Родины на Земле национ национ сообщества национ после Второй мировой войны сообщества наций но это также пало и организация национ Суни и затем пришла организация объединенных наций которая сейчас действует но руководство этой организации не принадлежит Богу это руководство принадлежит сатане и те кто управляет этой организации они называют себя хозяевами мира и сегодня человечество под их влиянием и все системы которые ныне действуют они называются благодаря грекам которые вели это понятие демократии и они хотят чтобы монархии пали все другие системы пали была только демократия но демократия это соблазн на самом деле это соблазн для наций демократия забирает у человека собственное достоинство достоинство управлять своей собственной жизнью на демократии и они хотят чтобы демократия стала доминирующей управляющей но страны третьего мира они подвержены этой демократии то есть они собой не управляют демократия ими управляет и мы с вами уже ознакомились с харти империализма которая секретно внедряется уже потому что демократия и империализм харти империализма это желание первенствовать доминировать и быть выше всех над другими и это то что сатана захотел на небесах и он создал войну на небесах сатана поставил такой вызов воспрепятствовал теократии на небесах и была война на небесах но сатана и его демоны они не победили и Господь выгнал их на землю и Господь сказал горе горе земле и море потому что дьявол опустился к вам и Господь в ярости потому что осталось очень мало времени и он сказал дьявол демократии есть демократии демократии демократия которая диктует и демократия которую страны принимают как жертвы доминирующей демократии демократии не хочет не хочет не не это не их интересах то что решил народ выбрав своего президента это для доминирующей демократии ничего не значит и они скажут нет надо своего человека в демократии написано что власть дана закону и совершается через власть дана народу и власть совершается через народ но это седукция в самом деле те кто доминил но на самом деле в реальности это не так это вот господствующая демократия которая решает кто будет президентом кто будет управителем в той или иной стране или нации это не так это не так но и вот как сделал сатана он определит пять скажем так стран на которых нельзя наложить вето то есть им нельзя предоставить им нельзя объявить приговор то есть они всегда невинны им ничего нельзя сказать и что они только не делают массовые преступления всякие мерзости беззакония и никто ничего им не может сказать и вот таким образом управляется этот мир когда Иисус Христос пришел на землю Господь воплотился через него воплоти пришел воплоти чтобы спасти человечество когда сатана искушал Иисуса что он сказал поклонись мне если ты поклонишься я тебе все дам потому что вся власть была мне дана все это мне принадлежит и Иисус Христос ответил Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи и Он заявил что я не подчинюсь тебе сатана это я твой создатель я не должен тебя бояться и у меня власть и это я даю настоящую власть и всякая власть была мне дана на небе и на земле я вам дам и я вам дам и на небо это я выступаю на небо и яいただи